Мост шириной 21 и протяженностью 250 метров должен разгрузить значительную часть города. Путепровод был построен еще в 1960 году и с тех пор его пропускная способность не превышала 7000 автомашин в сутки. На строительство моста ушло два года и сегодня в сутки он может пропустить до 35 тысяч единиц техники. Средство было выделено из бюджета 1,1 млрд. 140 млн. тенге. Само строительство было начато в 2014 году, в конце 2014 года и до конца 2016 года должно было завершиться. Но как вы видите, на сегодняшний день мы в конце октября закончили, сегодня официальное открытие моста. То есть все средства уже с бюджета, которые выделены, полностью освоены. На строительстве моста было задействовано 100 человек. Работы вело ТОО корпорация «Береги-А». В течение пяти лет у автомобилистов проблем не будет, обещают подрядчики. Качество гарантировано, так как при прокладке путепровода применялись новые технологии. Здесь на мосту мы применили щебенышный асфальтобетонный материал, который состоит в последней технологии. И она выдерживает свои качества больше, чем асфальтобетон. Можно сказать, она на два раза больше, чем асфальтобетон. Она служит. Открытие моста стало для местных жителей настоящим праздником. Горожане, проживающие в близлежащих районах, могут вздохнуть спокойно. Теперь не придется переживать за детей и с риском для жизни добираться до центра города. Мы очень рады открытию моста. Здесь его долго ждали. Наши дети раньше уставали, добираясь в школу. Нам было тяжело выйти в город. Я думаю, к 25-летию независимости Казахстана это очень большой подарок для горожан. Большое спасибо властям за этот мост. Сделано для нас очень большое дело. Спасибо всем. Как обещают руководители области, работы по благоустройству Шинкента продолжатся. Будут строиться новые дороги, которые сделают областной центр еще удобнее. Мы уже дали задание на будущее – подготовить проектно-сметную документацию на новые дорожные развязки, которые будут в 4-5 местах в городе. Это сейчас нужно. Транспортный поток растет. Не в последнюю очередь благодаря и таким мостам. Новый мост уже разгрузил улицы Анарова, Тулеби и Капал, Батыры. И в час пик домой попасть горожане смогут гораздо быстрее. Даня Архудайбергенов, Константин Исупов, Вербол Макашев, информационная служба телекомпании «Отрар». Продолжение следует...